друзья всем привет я рад вас приветствовать на канале эскарда оффроуд с вами костя и у нас сегодня очень нестандартное видео это и не соревнования и не лес сегодня у нас открывается новая рубрика или новая серия видео получается у нас с вами у всех любителей бездорожья появилась появился свой полигон постоянный называется он кавказ 4 на 4 база мы получается канал и скарда оффроуд информационные партнеры да такие как сказать сейчас модное слово амбассадоры будем продвигать и сегодня я собрал очень много бездорожников людей на внедорожных автомобилях чтобы эту базу прокатать эту всю территорию у нас как видите полукарьерной песчаный такой грунт там еще будут и горки в общем это все на берегу кубань реки в общем много много информации буду рассказывать постепенно но сейчас видите уазики не вы с лебедками подготовленные стандартные абсолютно трасс будет много и трассы будут разного направления будет это реальчик и грязь к сожалению сегодня опять сухо мы хотели там заехать в жижулю но жижули нету поэтому будем развлекаться на висках как видите что я вроде в городе но я не в городе город с другой стороны а я нахожусь в адыгеи в полях в общем ребята давайте мы выкатываемся что сегодня будет не знаю но будет интересно прикольно а плюс я еще делаю сегодня несколько номинаций на разные препятствия посмотрим кто как будет застревать кто как ехать кто как помогать там кто первый раз размотает лебедку и так далее все это будут оцениваться подарочками и грамотами собственно все погнали а вы заходите в телеграм-канал который находится в описании под видео и там вся актуальная информация и прав в афиши соревнования когда что происходит все в телеграм-канале ребята а вы все спрашиваете в комментариях где где в телеграме все а мы поехали вот у нас еще парни из абинска у нас сегодня у слабинские сейчас приедут здесь и кропоткинские должны быть мой бывший ёрс легенда ребята на канале первые видео на этой машине никита купил вот в стандартный уаз не васик с наклейкой фоксов еще уазы него на злых колесах на cst вот такие на red btr ах ну тут уже все мощненько мощненько поехали ангелы бездорожья старый клуб у нас такой есть краснодаре на сафари лютом еще один уазик ну и замыкаю все я на своем шевики около 15 машин короче нормально нормально я думал будет больше но в целом устраивает ни много ни мало и вот это все территория ребята вот здесь где выкопано здесь со временем скорее всего по плану у нас поставить беседки клемпинг чтобы прям на берегу реки здесь можно было приехать в любой день отдохнуть семьей кайфануть вот здесь и так это не закрытая территория здесь в любой момент вы можете приехать половить рыбку отдохнуть на берегу кубани купаться к сожалению в речке запрещено у нас вот но находятся те кто не боятся запретов и купаются у нас три дня шли дождики мы очень надеялись что будет прям сыра но как видите нам немножко не повезло а здесь злые люди начали устраивать свалку но все это вовремя заметилась и прекратилось теперь мусор который был технический бытовой то есть такое все вывезли остались вот такие вот строительные кучи но со временем их тоже разровняем уберем то есть не будет этого всего здесь будет территория вода у нас имеется но так как это кубань после шлюзов здесь она да и и много то мало воды и вот эта территория которую я снимаю вот справа она может быть вся сухая с очень интересным рельефом очень интересной почвой такая земля песок и здесь мы как-нибудь устроим даже некий спринт небольшой такой любительский с прикольными призами гематическими чтобы любой желающий не только на подготовленном внедорожнике с лебедкой но и также на любой гражданской так сказать паркетники кроссовере мог приехать и попробовать себя свои силы в этом нелегком деле покажу вам ронни короче я на последнем выезде кто знает вот здесь вот у шевика идет такая балка вот я ее сильно погнул вот короче убрал теперь у вес намного меньше переделал защиту усилил загнул обрезал бампер и вот ну короче такой нашли тут первое препятствие горочку будем пробивать по целине с нами есть сегодня еще блогеры мой мотоцикл с вами упал помогите парню а то сейчас уедет в кувет так напишу канал парней знаю изиофрод это бинский вот так вот там спускаются ну сами сегодня много патриотов это клуб патриот нам приехали в гости на сафарях это ангелы бездорожья старый старый клуб уже много лет ему занимались и занимаются эвакуацией мы никуда не доробимся у нас целый день впереди не видно нормально потихонечку заехал чё но видите сегодня у нас такие подготовленные можно сказать машины с лифтами с резиной стандартных практически нет на разведку не решились приезжать на стандартный хотя реклама была во всех группах кстати внизу будет ссылка и на телеграм-канал кавказ базы кто захочет проходите подписывайтесь ну все уже легко проезжает так побежал и мне что же надо проехать я сегодня забыкать а чё-то один уазик не заехал ой как будто на заднем приводе что ли буксует зачем-то вот такие диагонал очки приятненькие шевик кайф тыг и тыг 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 оператор ведь и все в норвегии растянулась колонна ездим по карьерам старым и новым везде песочек прям прикольненько вот нашли пару мест на обратном пути будем там застревать пробивать чокся колесо кто-то пробил так но это все карьер это все чистят для чего-то ладно это нам не нужно хотя я бы порубился и тут да вот был бы дождик здесь вы уже многие не проехали потому что вязкая рыхлая грязь так а тут где-то сказали то листин хаббельские водопады а вот они это с теплой кто знает в краснодаре идет сброс на тэц вот сюда это теплая выходит вот здесь она со стороны краснодара а это получается с казачьей гидрострой да а а Ну, в этом человеке я не сомневался. О, блокировочки, не копай, не копай, не копай, не копай, назад, ходом надо было, чуть-чуть ходом, копаешь песок, назад, а в автомат. А он на автомате. Колеса влево, влево, влево колеса, колеса влево. Вот, ровно, все, спускайся ровно. Ровно, ровно. Все, стой, вот с этого момента попробуй тронуться. Не получится сразу, спускайся. Нет, да, далеко. Не, все, стой, назад. Давай до низа. Еще, еще. А у тебя там, ты на повышенных? На повышенных? А пониженная есть? Вот, ставь ее. Еще ниже можешь спуститься. Все, можешь оттуда ехать. Да, да, езжай. Вот и все. Просто на повышенный шел. Ань, сверху можно ехать? Да, да, можно ехать. Только вот где мы стоим, нас объезжать. Принял. Я думал, там мокро будет, видишь, я же поэтому сразу сказал, а там сухо, я думаю, ну, выезжайте. Ну, прикольно. А можно сейчас вот туда еще дальше объехать? Вот сюда наверх надо попробовать, посмотреть, что там в камыше. Ну, не ведут. Без проблем. Ну, уазик, видишь, немножко побуксовал. Сцепа. Сейчас надо... Вниз провора спускаться? Что там вообще? Да, да, можешь вот сюда вниз спускаться и сюда выйдешь вообще без проблем. Да, да. Сухо. Сильно сухо. Попаны песчаные, это где? Ну, пепаны. Там можно, значит, давай. А что там он... Где развернулся, ну, посмотрим. Маркиза у него ничего себе. Экспедиционные какие с нами. Ага. Интересно, просто наклейка или участвовал? Кайф. Так, у нас сафар с него и уехали, просто не захотели. А я вот думаю, как-нибудь сюда залезть. Ну, надо попробовать. У нас проходит разведка. Нашли дорогу. Сначала прошли, посмотрели. Ну, вот тут интересное место. Но, к сожалению, оно тупиковое. Смысла нам сюда ссываться нет. Но есть смысл мне это место запомнить. Для кое-чего другого, что я планирую в будущем. Так. Вот сюда еще можно съехать. Я не знаю, подождите. А как ты тут вывернешься? Ты тут упрешься? Да. Видишь, тут такая ступенька в метр. Может, там где-нибудь. Ну, просто ладно, я еще вот сюда съеду. А ну, не вырулюсь. Мне только туда падать. А туда упадешь? А туда все это мокрый песок. Но я не вы. Я же говорю, я вот здесь вот. Понимаешь, по диагоналке не съеду. Тут круто, тут только ровно съезжать. А тут я съеду туда. Подбивают меня на всякую... А, не, 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 Вач. Я вообще не валю. Ну, конечно же, что маленький ехать. То есть, это для точки места. Ну, нормально. И теперь обратно. Вот на куст прям бери, да. Отойди. Парень с кем где. Все, стоп. Чуть-чуть назад. Влево назад. Влево назад. О, стоп. И вправо потихонечку. Еще вправо, 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 вправо. Я бы еще выставился. Давай еще. Лево, нормально. Не, ну, не, не. Вот, да, еще чуть-чуть. И вот теперь направо нормально. Вот, вот ровно, все, ровно. И правее, правее. Ну, а теперь закрепим. Нормально. Нормально, чуть-чуть. Давай, 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 нормально, нормально. Вы это видели, да? Цепляет арочку. Ну, в общем, дарим все. Просто ровно. Ну, это неровно. И спустился аккуратно. Я без тормозов спускал. Ай, ударился. Ерш, еще может. Диагоналочки. Ой, я прям вывесился. Да, братан, я не могу, подожди. Газу, 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 газу. Газу. Плохо на преднатягах, на стопроцентной легче. У нас первый застревашка. Давай назад его надо чуть-чуть. А я ж и не спорю. Все отлично. Нам такие герои и нужны. Мы, собственно, для чего эту базу делаем? Давай. Нет, вас назад, а вы потом сюда. Просто чуть-чуть быстрее. Да? Можно динамкой, можно лебедкой. Все, руль, все, 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 все. Сейчас, все, все, нет, руль вправо. Стой. Сразу видно, не блогер. Не ждет, пока оператор подойдет. Даже порожки выйдет здесь. Банкер отрожил. Подзамялся он. Чуть-чуть поплакит. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Но это нормально. Яйца цел. Главное это. Достоинство на месте. Так, протягивайте дальше. Да, да, да. Да. Да, да, да. Места к яйцам не подняли. Погнал, девочки, Мас. Что там, Абинск? Я понял. Что там у нас еще где-то уазики? О, увидел. Кочечка такая прям. Влево, 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 влево. Вот, ровно все. Ну, тут свет хороший. У Никиты их похуже было. Ах, там чудят. И тут спускаются. Не, все хорошо. Вон, чудят. Слажень спустился тоже. Все, черт. О, еще не Васик. Ну, тут уже накатанная. Тут уже без проблем. Нормально. Нет, дети в шоке. Ну, кайф. И все так просто. Не, 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 надо везу по новой. Хорош, почти, почти, почти. Что я за борт очка с вами? Вот, хорош. Прикольная у нас такая локация. Не сильно сложная, но и подумать надо. Не, 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 спокойно, спокойно. Не надо гнать. Все, отлично. Там непонятно. Спокойно ходом просто едь и все. Ты видел, как у него подвеска не через панару, а через... Я не знаю, как это называется, что в разные стороны тяги у него. Стой, стой, стой. Никуда не уходи. Вот. А-а-а, надо было чуть-чуть больше ходу. Больше ходу это скорость, да? Да, ну, ходом надо вот. Не, не, все нормально, контролируешься. Сейчас, ты, стой. И раз. Надо на коробку дать. Все. Иди на коробку. Отлично. Давай больше. Да? Да? Да. Смотри, как хорошо выглядит. Мам, я оттуда нахожусь. Не, мы сейчас туда-то не пойдем, а где-нибудь нет. А-а-а. Протягивай дальше. Не стоите. Не стоите. Оп. Даже здесь немножко резина. Постучалась. И ершик. И ершик. Без блокировок. Но он всегда хорошо, у него всегда мост хорошо гулял. Я не знаю, с чем это связано. Но у него задняя подвеска прям хорошо работает. Но сейчас еще пружины маленькие, будет больше пружины. У него еще крепление нижних амортизаторов я переносил, получается, выше к мосту. И у него вот здесь вот только экономия почти 4 сантиметра. То есть они ниже обычно висят. И поэтому амортизаторы увеличили ход, угол. И поэтому чуть по-другому работают. А так просто панара усиленная. И там получается домик от Иштехно. Просто для клиренса. Разведка боем. Проверяем все дорожки. Как ехать, как проезжать. Но это сухо. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Я не увидел. Вот примерно в таком формате проходит наш фестиваль. Народ жарит мясо. Отдыхают, ловят, ливу. Катаются на гибриках. Алексеич! Ты готов, бать? Работа начала вообще. Ну давай, смотри, шнурок уже подтягивается. Шнурок подтягивается. А ну-ка, ну-ка. Пошел. И все это вот буквально в двухсот метрах от города Краснодара. Хорош, хорош. У меня, что касается именно по катушке, то есть кто выезжал, у меня именно номинаций их было больше. Мы, к сожалению, не все номинации закрыли сегодня, потому что было сухо. Ну, в общем, сейчас все поймете. Номинации были секретные. Никто не знал, за что выручаются. Но, тем не менее, мы смогли. Итак, я даже фамилию знаю, но прочитать не могу, если честно. Пшенинину Евгению в номинации разведчик. Он нам сегодня такой большой шуток застроил, что мы там все прям кайфанули, и дети, и взрослые. Это вот именно было в песках. Было интересно. Евгений, вам, пожалуйста, презент. Спасибо, что провели на что интересное вашу паршюрку. Итак, следующая номинация у нас генерал песчаных карьеров. Как думаете, кто катался, кому вручается? Конечно, Блотникову Евгению, который сегодня у нас пару раз все-таки смог застрять даже в сухой земле. За что ему огромное спасибо создал контент. Это вам презент. Приезжайте еще, будет очень весело, особенно, когда будет сыро. Так, следующая номинация, я думаю, сейчас все поймут сразу, это у нас номинация «Крепче камня». Кто у нас сегодня смог поломаться? Никита, иди сюда. Вот, Никита поломался, мы его быстро починили, и он поехал дальше. Тебе презент, так что круто. Молодец. Не зря сломался. Так, человек, который пытался полчаса последний угадать свою номинацию, так и не смог, как она называется, но он раскусил, что он уже награждается. Ждан Владимир. Массовик-затейник. Знаете почему? Потому что он сегодня порезал колесо, и колесо меняли всем миром. У кого-то домкрат, у кого-то гайковерт, ключи. У кого-то колесо, он с чужим колесом, кстати, стоит. Со своим. А, уже со своим. А, сразу со своим. Так что массовик-затейник вокруг себя объединил всех. Все, молодец. Он же наш крыл-капот был удивлен. Да, кстати, я не знал, что запаска в машине есть. Так, и номинация «Самый стойкий», я объясню, почему вручается Василию Стародубцу. Правильно я могу фамилировать? Стародубец. Нет, иди, иди, иди. А, вот я. Этот человек, самый стойкий, проехал на абсолютно стандартной машине за нами всеми и никуда... Ну почти, но она самая стандартная. Да, поэтому он проехал весь маршрут, там некоторые моменты отселись, он ехал везде за нами. Так, и еще у меня одна награда с немного ценными, более призами вручается сегодня двум представителям клуба «Фокс 4х4». Объясню, почему. Выходите, парни. Объясните. Да, потому что они приехали специально для нас. Это тебе, это тебе, как сказал Роман, коллекционные вещи. Целобан. Да. Они не знали, какую... Ну, они согласились просто приехать и оставать всех до последнего, кто застрянет, а таскать, вытаскивать, поддерживать. И поэтому, ну, так сложилось, что сегодня сухо, но тем не менее парни отозвались. В дальнейшем, я думаю, мы будем проводить какие-то здесь мероприятия. У них у самих очень большая территория в Уст-Нобильске. Они проводят ориентирование, спринты и много всего. Поэтому огромное спасибо, надеюсь, что на дальнейшее сотрудничество в Уст-Нобильске и уходят в штатные машины. Кому интересно, не расходите. Да, сейчас они еще что-то уже придумали. В общем, всем спасибо. Я надеюсь, мы такие встречи будем проводить еще много раз. Ну и ждем, конечно, погоду аккуратно. Ребят, я много моментов сегодня не снимал, организационных моментов, когда награждали грамотами. Ну, не могу я награждать людей и, собственно, снимать видос. Поэтому мы всем раздали награды, подарили подарки. Смотрите, какая у нас тут атмосфера. Вот. Сейчас уже убираем сцену. Мы съездили еще в поселок, пофоткались с детьми. Сегодня 1 июня, день защиты детей. Вот, в общем, было круто у нас тут. Ну, многие уехали, и кто-то приезжает отдыхать уже, наши друзья. И пацаны из клуба Fox 4x4, я их сегодня пригласил как эвакуацию. Но так как сегодня была сухая эвакуация, особо не понадобилась. Парни решили устроить немножко шоу-конкурс. Они сейчас хотят поработать с якорем. Ну, у меня тут на досуге завалялся один якорь из Целины, да. Все знают хорошую якоря. То это Целенинский якорь. Целинский якорь. Не знаю. Якорь из Целины. Серега Канакин делает. Вот такие якоря рабочие, разных размеров, на Ниву и так далее. Все, кто обращаются, где достать якорь, всех просто вот не на правах рекламы, просто потому, что хороший якоряк. Костя, ну иди по тризонтирую просто затягивать надо. Костян, Кость, Костя, иди поснимай, я за тросом посмотрю. Так, а теперь поднимайте. Вы чего сейчас зароете? Поднимайте. Нет, не надо поднимать. А ты его похоронишь? Как ты его достанешь потом? Опять Дю, опять Дю. Вот. По песку не поет. Нет. Что, только на лебедке, через бугор. Давай, давай. Вот она, работа штурманов. Ты хоть тормоз взмешь там, чтобы не ехали? Шучу. У нас тут проходят конкурсы. Давай, 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 давай. Может быть, даже сейчас динамочку, да, разыграем? Как вариант. Кто один сможет, не вдвоем, а один. Как вариант. Но это будет тяжело. А гонка нету, вот, разыграть. Да он вроде газует. И там вдвоем пытается якорить. Вот. Почва, конечно, тяжелая, но в гонках разные почвы бывают. Здесь и земля, песок вместе. О, якорь уже в бок идет, уже неправильно. Не поднимай. Не поднимай. Не поднимай. А горочка, казалось бы, не сильная. Да, все равно мы ее победили. Ну, вдвоем. Не, 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 все равно. Все равно вдвоем. Ну, помощь друга нормальна, у нас тут все можно. Даня, 5 февралов. О, что-то там твердое. А, ты огород все-таки копаешь, да? А зачем ты его, ну ладно, засовывают еще. Держи, 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 держи. Это все Сашка Фокс 4 на 4 придумал. Красавчик. Ягар чисто случайно оказался с собой. Следующий. О, Никита, спортсмен в категории стандарт. Да, но ездит без лебедки. Много ездил в ориентирование. Тумбы брал же ты в ориентирование? Да. Супер Марио его машина, вы видели. Да зачем вы его вкапываете? Увидел. Не, ниже, ниже сразу делал. Не, это все. Не, стой, стой. Это лицо надо на мемчике. Стой, стой, говорит. Сейчас, попробуй. Подожди, подожди, дай человеку постичь. Сейчас, сейчас. Не интересно. Бери низ, он взорвается. Они его зачем-то вкапывают, Сабик. Конечно. А ну давай. Нет, ниже, блин. Ниже. Вот так, советчики, советчики. Якорь заходит. Уже вбок, уже идет. Ложись на него, ты че? Вот. Уже неплохо. Но все равно неправильно. Трос идет прямо, а якорь вбок. Видите, уходит. То есть уже инерция. Славик помогает. Нет. А если он вообще параллельно? А ну стой, там и стой, вниз. Ну он будет вот так вот, где идти. В... Я не помню, по-моему, в Приморье у человека целый блок про якоря на Драйв 2. И он там очень интересно всякие расчеты делает. У него якорь загнут, и он его лебедит. Не как мы в спорте, лопатой вот так вот загоняет. Он его лебедит вот так, чтобы якорь уперся и сам себя как бы закапывал. Ну тоже прикольно. Там целая... Там у него расчеты, науки. Я... Ну с ним... Выше делают, да? Нет, нет, так же. Только у него лопата изогнута. И он этим изогнутым вниз, получается. О, зацепился. Нет, нет, идет по... Да ничего не лучше, машина на месте. Машина вообще не тронулась. Ну вот тут вот неплохая школа, видно, где-то была. Но почему-то вбок его налево немножко утягивает. Держи, Гет, держи! А все, втроем! Да, втроем! Победили! Да, дошел до нужного момента. Ты поехал? Все, давай. Красавчик! Ура! Молодцы! А, его еще достать иногда. Давай, давай, доставай. Он иногда, да, прилипает. Ну когда мокрый, да. Все, обновили якорь. А? Теперь мастер-класс. Мастер-класс будет? Мастер-класс показывает теперь Костян. О, он тормоз держал. У нас на тормоз держал. Все хорошо. Все! Давай! А кто запрещал в те же ямы? Подожди, подожди. Увидел глину. А, ну это наша была, конечно. А, по проценту. А, по проценту. Артем. Артема яма. Тормоз нажми! А, Артем, у нас и ямы лезь. У одного, у одного! Ребята на опыте! Ребята, спортсмены! Молодцы! Вы чемпионами, не зря, не зря! Выезжай! Молодцом! Хороший якорь. Все мы били, я так слушаю. Серега, спасибо, якорь рабочий. Оценил. Спасибо Фоксу 4х4, Александру. Он сегодня у нас мастер-задейник. Придумал конкурс с якорем. Я не думал, что такой ажиотаж будет, но все вышло круто. Итак, сейчас плохо темно, могу ошибиться. Ивченко Никите награждается благодарственное письмо за участие в конкурсе. Опять он! Да, почувствуй себя штурманом в работе с якорем. Почувствуй, просто кто не знает, Никита у нас спортсмен, пилот в стандарте. То есть с якорем и с лебедкой он не бегал. Вот себя я сегодня проверю. Спасибо большое, что дали возможность попробовать. И презентики от базы Кавказ 4х4. Вообще круто, спасибо. Да, молодцы. И еще я могу ошибаться, что Никита сам пробовал, а парни, по-моему, вместе. И смогли достать Ниву. Итак, по очереди. Ждан Владимирович, номинация та же самая. Почувствуй себя штурманом, да? Ну что, легко на видео, да, говоришь? На видео легко. Чего он в эту горку не бежит с этим якорем? Это тебе на память? А это... Оль, стой, стой, куда ты? А это тебе вот уже презентики. Все, давай, чтобы все эти намочили. Сейчас я еще раз, но я думаю, я не ошибаюсь. Я так понимаю, мы награждаем Фролова Артема, та же самая номинация. И этот человек, я так понимаю, что вообще не на базу же приехал. То есть ты просто рядом был, правильно? Нет, я на базу приехал, но я с Фролова никак не связан. Просто мне, вот, для чего, собственно, мы эту базу и открыли, да, то есть продвижение в массы. Пожалуйста, тебе благодарственное письмо и презентики от Кавказа 24. Все, приезжайте и участвуйте в таких конкурсах. Ну что, ребят, давайте Косю тоже поблагодарим. Видели, как он сам Ниву вытернул, да? Да я, человек. Мы все равно подписаны вообще на канал. Да, теперь да. Все, всем спасибо, было круто. Ничего не видел. Похлопаем, похлопаем. Друзья, ну, собственно, на этой ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю такую вот поездку выходного дня на базе Кавказ 4х4. Это было весело, задорно. И прям круто, на самом деле, провели день. Очень много проездили, очень много точек территории объездили, очень много точек захватили. Естественно, не все, но уже что-то имеем в уме. Ну и люди весело провели время, там очередное награждение за якорь сейчас дарим, так что небольшие презентики. В общем, ссылка, напомню, в описании под видео на канал Телеграм. Кавказ База 4х4, подписывайтесь, приезжайте, отдыхайте. Если клубы, у вас есть там какой-нибудь УАЗ-клуб, не знаю, ростовские, вот у Патриоты. Допустим, если вы хотите организовать какое-то мероприятие, пишите либо мне, почта тоже внизу, либо сразу в базе, что хотите провести мероприятие, с вами свяжутся и обговорим условия. Территории много, идей много, планов много, будем развиваться. Спасибо, что смотрели это видео, что остаетесь с нами. Пишите комментарии, меня чуть-чуть удочкой не убили. У нас тут еще и рыбалка, вот так вот, ночью сомики есть. Спасибо всем, лайки, подписка, колокольчик и до новых встреч. Следующее видео у нас будет 15-16 июня, Староминская, третий этап чемпионата Краснодарского края. Всем пока.